Перед началом брифинга адвокат Охтара Тулешева Евгений Еворский попросил журналистов не задавать вопросов по поводу нашумевшего инцидента, произошедшего четыре дня назад. Сегодняшнюю встречу он организовал по другому поводу. Представители СМИ были несколько расстроены этим заявлением. Единственное, что мог сказать Еворский, его подзащитный сейчас находится в Астане под арестом на два месяца. А пригласили журналистов для разъяснения нынешней ситуации на пивзаводе. Основная цель, как мои коллеги тоже сказали уже, это то, что на этом предприятии работает более тысячи человек. Все получают зарплату, кормят свои семьи. Имеется ряд филиалов по всей республике. И просто эти люди тоже переживают, будут работать, не будут, что происходит. Но в ходе брифинга Еворский все же дал некоторую информацию о Тулешеве. Как признается адвокат, он понятия не имеет, о какой литературе шла речь после задержания знаменитого бизнесмена. Возможно, имелась в виду кандидатская диссертация, которую писал Тулешев. А обвинять владельца пивзавода в хранении наркотиков преждевременно, считает адвокат. Я думаю, что мы все, как жители города Чемкента, например, я лично сам, я думаю, что следствие разберется. Я думаю, что по отношению Тулешева связывать его с наркотиками, ну это, наверное, преждевременно. Занимаются сейчас ребята, поэтому давайте подождем немножко, и уже какие-то более конкретные вопросы мы вам дополнительно ответим. В свою очередь, директор пивзавода Камал Атажанов заявил, что случившееся никак не сказалось на текущей работе завода и его 370 работниках. Сейчас все обязанности по руководству взял на себя сын Тулешева. А прошлогодний многомиллионный долг перед своими подчиненными Атажанов связывает с сезонным потребительским спросом. По зарплате у нас на сегодня, за декабрь месяц, может, частично выплатили зарплату. Я думаю, что в ближайшее время мы работникам выплатим зарплату. У нас основная работа идет на весенний, летний, осенний период, где все-таки идет хорошая продажа продукции. Ну, зимой, как всегда, мы немножко, как говорится, затрудняемся продажи немножко, не так хотелось бы, как хотелось. Но это все, в конечном итоге, немножко влияет. Но назвать точную сумму долга перед своими работниками руководство пивзавода отказалось. Напомним, 30 января в Шемкенте была проведена спецоперация по задержанию владельца пивзавода Тухтара Тулешева и еще троих человек.